Солнечная Турция, море, пляж. Отпуск нижегородцев подходил к концу и казалось, что уже ничто не сможет его умрачить. Однако здоровье подвело Юрия Карпова в самый неожиданный момент. Он пошел нырять с маской. Он покупался, вышел на пирс, прошел где-то метров 10, наверное, и упал. Как и сказал врач, что он сразу вроде бы упал замертво. Вот ему реанимационные действия делали, потом ему сделали операцию шунтирования. По словам зарубежных врачей, операция прошла успешно, однако впоследствии у больного развился сепсис. Родные почти не имеют связи с Юрием и врачами. Узнают все через третьих людей. Никто из родственников не смог остаться в Турции. Их все равно не пустили бы к больному. А ведь действительно ничто не предвещало проблем со здоровьем. Перед тем, как улетать за две недели, он был в поликлинике завода. Он как рабочий еще считается, он работает вообще. Ему делали, он проходил диспансеризацию. Ему сказали, что здоров, хоть в космонавты. Юрий Карпов – сотрудник завода «ГАЗ». Когда на работе узнали о беде с рабочим, пообещали обязательно оказать финансовую помощь. И эта помощь действительно очень нужна. Однако в больнице Нижегородец находится уже три недели. И никаких денег родственники пока не увидели. Зато свидетели трагедии. Соотечественники не остались к беде равнодушными. Люди все русские, которые мы видели, они все подошли и говорят, что мы не русские. Неужели мы не поможем? Они готовы были все сброситься. Родные Юрия обращаются во всей станции. Однако они не оказывают никакой реальной помощи. Кажется, что никто не хочет и не может вывести россиянина на родину. Если вдруг произошла такая ситуация, то в первую очередь необходимо обращаться в свою страховую организацию, в Федеральный фонд социального страхования, в МИД, консульство. Также можно задействовать общество защиты прав потребителей и МЧС. А тем временем долг растет и достиг уже 2,5 миллионов рублей. Сотрудники больницы уже открыто переходят на шантаж. Самый худший вариант – это то, что отключат от всего и, кажется, ничего делать не будут. Лучший вариант – это есть больница для бездомных, туда его отправят, в коридор. Вот и все. Страховка у Карповых 15 тысяч долларов, и она уже полностью исчерпана. Осталось искать обещанные поддержки от группы компаний «ГАЗ». К транспортировке возможно подключиться и Министерство чрезвычайных ситуаций. У родственников осталась надежда только на них. Быть в неведении – это очень тяжело.